Привет, друзья! Вы на канале Охотник выходного дня. Сегодня мы пришли на Синявинские карьеры, но не для того, чтобы поохотиться, а для того, чтобы рассказать вам и показать, как работают новые манки Кряжд и Махакрыл таблеточного типа. Про все это вам расскажет изготовитель, изобретатель всего этого, нужного нам охотникам оборудования. Глеб Конов, ему слово! Всем привет! Я расскажу сегодня про себя и свой манок Кряжд. Меня зовут Глеб. Охот я занимаюсь с самого детства. Меня привел туда дедушка, и потом продолжителем всей этой истории стал мой дядя. У нас семейная традиция быть охотниками. Буквально пару лет назад я начал разбираться больше в утиной охоте и начал с манков. Купил первые свои манки, начал работать, посмотрел много очень видео, тренировался как и дома, так и на охоте. И очень сильно погрузился в эту тему. Хотел сделать свой манок. Искал различные чертежи, копировал просто очень много людей, которые их делают. Но в итоге сделал свой манок. И причем сделал его по новой технологии. Этот манок сделан из специального материала, по специальной технологии. И благодаря этой технологии можно добиться детализированного качества. Это подтверждает мой логотип. Там разображена утка с прицелом. Лапы, крылья, клюв, прицел. Этого качества нельзя добиться при помощи фрезерования, при помощи токарных работ. И даже литьем очень сложно повторить данную технологию. Поэтому она мелкосерийная, она индивидуальная. И она достаточно дорогостоящая. Но это что-то новое, чего не было ранее. Расскажу еще немного про сам материал. Он помогает добиться максимальной детализации при определенных технологических параметрах. Но он имеет главный достаток. Это воздействие к ультрафиолетовому излучению. Поэтому если вы потеряете этот манок, то через пару лет он может раствориться. И вы не несете абсолютно никакой вред природе. Но для того, чтобы такого не было, и манок послужил очень долго, я специально покрываю его нужным лаком. Для того, чтобы он служил долгое время, чтобы он был стоек ультрафиолетовым излучением. И выглядел еще более качественно. Каждый манок, он что 100 лет назад, что сейчас, что 20 лет назад, что 10 лет вперед, он не будет отличаться глобально. Вся суть сохранена в тоновой доске и в его язычке. В комплектации идут 2 тоновые доски и 2 язычка. По поводу самого язычка. Он сделан из майлара. Я попробовал очень много материалов. Это полиэтилен, это различные карточки, это гильзы от патронов. И дальше углубился в историю. Я не получал тот звук, который я хотел получить. Это специальный материал, он сделан во Франции. В наше сложное в плане логистики время я умудрился его достать в достаточно большом количестве. Так что можете не переживать, его абсолютно на всех хватит. Особенностью данного материала является то, что он был придуман на этом заводе. И с этого завода я его приобрел. Еще одним из аспектов моего манка является это тоновое отверстие, которое позволяет добиться многоголосия. То есть я сам любитель попользоваться многими манками. Утка это любит. И до этого я как раз таки сделал это отверстие, чтобы можно было как глухой звук сделать, так и громкий. И в принципе поиграться со звуком. Так что он здесь также присутствует. И поэтому этот манок заменяет сразу несколько манков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А еще я придумал махокрыл. Несколько месяцев назад я стал еще больше углубляться в активную охоту и понял важность махокрылов и то, как они помогают при добыче утки. Поэтому я сделал собственный махокрыл. Будут три комплектации. Первая комплектация это махокрыл будет работать при вставке батареек. Вторая комплектация он будет работать от кнопки. Третья комплектация он будет работать от пульта дистанционного управления. Радиус действия примерно 30-35 метров. При этом можно подключить очень много этих махокрылов. То есть вам не придется, когда вы расставляете чучела, к каждому махокрылу подходить, вставлять батарейки или включать кнопку. Вы просто их раскидали условно и засели в скородок, нажали кнопку. И также, если вы на несколько дней приехали на охоту, вам не нужно возвращаться каждый раз к чучелам, отключать их, заряжать батарейки. Просто с пульта вы выключаете все махокрылы. Даже самая бюджетная линейка будет оборудована специальной муфтой, находящейся на валу. Благодаря этому будет достигаться равномерное и бессумное вращение. При этом будут сохраняться определенные волны на самой воде. А утка это любит. Самая бюджетная комплектация будет стоить ориентировочно 1600 рублей. Но это... там тоже разные есть. Например, на авито 1600. А на озоне, если каком-нибудь, то оно просто будет с какой-то комиссией. Также хотел отметить, что как манок, так и махокрыл, они сделаны в России, сделаны собственными руками, лично мной. Поэтому все претензии к качеству можно ко мне. Я хотел сделать максимально, вот как это, русское производство. Ну, может, на том и закончить, что сделан мной. Что я еще тут добавлю? Что? Претензии только ко мне к качеству, я к ним открыт. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы посмотрели это видео. Сейчас вы своими глазами увидели, как работают манки Кряжд, которые делает Глеб. Мы презентовали вам новинку. Махокрыл. Все это, если вы заинтересуетесь, вы можете купить. Вся информация будет у меня в описании к этому видео. Ну а сегодня мы покрякали, посидели. Утка летала плохо, поэтому добычей похвастаться мы не можем, к сожалению. Но, что интересно, утка на манке заворачивает и даже пытается присесть. Ну, а то, что мы такие мазилы, я конкретно, потому что Глеб сегодня без оружия. Я такой мазилы, но это уже как бы все вопросы. Что у меня с голосом? Ну, это уже вопросы ко мне. Я уж как-нибудь отбрехаюсь. А самое главное, тем, кто досмотрел до этого момента, Глеб обещает скидку. Я проконтролирую, чтобы он это реально сделал. Обещает скидку 15% по промокоду ОХОТНИК ВЫХОДНОГО ДНЯ. Если вы заинтересованы в приобретении этих манков, обращайтесь по контактам, которые будут оставлены в описании к видео. Спасибо. Еще раз вы были на канале ОХОТНИК ВЫХОДНОГО ДНЯ. До новых встреч. Пока-пока. ОХОТНИК ВЫХОДНОГО ДНЯ